Бро, я трое суток был в сексуальном рабстве у какой-то сумасшедшей госпожи, господи. Что там только не было. Шутка, 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 я пошутил, нигде я не был. Короче, ехал я только что в автобусе, ну и такая, знаешь, мысль смешная стрельнула в голову. Короче, тут же постоянно проверяют эти прописку в паспорте, ну на какой-то территории прописан. То есть, если ты прописан в другой территории, то у тебя должно быть миллион пропусков. Ну и вы где прописаны, меня спрашивают. Ну, я вообще говорю в Мариуполе, даю ему паспорт. Простят, думаю, надо, короче, знаешь что, надо начинать жечь. Типа, вы у меня спрашиваете? Ну, а у кого? Вы что, меня первый раз видите? Вы, 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 сейчас таким, с недоумением. Вы что, вы до сих пор не смотрите самое главное шоу планеты? Раз таки, мне вот интересно, реакция этих всех пассажиров. Вы до сих пор не смотрите главное шоу планеты? Ну так, вы тогда отстаёте за событиями мировыми. А знаешь, что я ещё думаю? Вот смотри, когда я упрусь в потолок, когда мы с тобой упрёмся в потолок, ну я не знаю, там, 100, там, 10 миллионов подписчиков, 50 миллионов подписчиков, придётся менять язык повествования на английский. И смотри, сразу несколько плюсов. Первое. Осваиваешь гениально новый язык. Второе. Расширяешь, как это, свою зону комфорта, и там, Европа, Америка, Австралия, что там у нас ещё? Это. Третье. Вот эти 10 миллионов тоже начнут изучать язык? Это, чтобы тебя понимали все. Ты понимаешь, как можно улучшить массово людей в большом количестве? План Наполеона. Говорит, стать самым главным психопатом, Наполеоном всей Руси. Моя формула проста. Или ты предсказуемая кукла, или неуловимая личность в степени зелёной. Так вот, так вот, в субботу, а, арт-вечера не было. Его перенесли, арт-вечер перенесли на 4 мая. Арт, ну-ка, творческий вечер, где мне дадут стишки какие-то почитать. Это, не, ладно, потом. Это, в пятницу тут был просмотр фильма «За одну гривну». А чё, прикольно так, знаешь, тоже так вот. Ну, я не поехал, что я за фильмом же ж не поеду в город. А так, вообще, пришёл, гривну заплатил. Какой-то новый коллектив с людьми познакомился. Тут пообщались, рассказали, какие планы по усовершенствованию города, области, страны, человечества. Самое главное. Надо не забывать, что с маленького... Говорит, надо начать с маленьких этих размеров. Ну, мыслить масштабно. И, да, значит, арт-вечера не было. А в субботу мы после мафии пошли на караоке. Слушай, я так ещё... Я даже удивился, насколько я стал лучше петь. Я осколок льда арии спел. Я даже не думал, что я смогу так... Ну, не то, что там понятно, что подкипелого, конечно, мне ещё косить и косить. Ну, это прорыв. Я так раньше под гитару пел... Я даже знаешь, какую песню спел? Ганс из Роузы, this I love. Так ещё немногое можно ввалить на X-Factor. Короче, всё, теперь я буду... Ну, если меня будут приглашать, конечно. По субботам ещё ходить на караоке. Мне понравилось. У меня есть списочек песенок там. На английском, на немецком. Надо ещё... Я думаю, что ещё надо на испанском и на французском хотя бы. Потому что на немецком есть, на английском есть. А вот на испанском, я не знаю, не знаю. Короче, значит, были мы вот так в караоке. Ну, я же не совсем упоротый сыроед. Хотя, в принципе, можно сказать, что упоротый. Короче, заказал я себе спаржевую фасоль и стакан томатного сока. Ну, так, что, знаешь, немного и хотелось есть. Ну, и так, для приличия. Ну, можно просто... Наверное, мне просто хотелось немного поесть. Посмотрел я, знаешь, в цену 20 гривен. За сок я не посмотрел. Ну, так подумал. 10-15 стакан. Это... Ну, я ушёл раньше. А потом... А, ушёл и 30 гривен оставил. Ну, ещё подумал. Может быть, всё-таки за сок 35. Ну, думаю, ладно, скажут, если чё. Это, пятёрку буду должен. Не, не скажут. Хорошо, значит, на пятёрку поимел друзей. Не, ну, я шучу. Это... А потом оказывается, что... В чеке выбили 36 гривен за спаржевую фасоль. И я что-то, ну, думаю, нет, так, так дело. Не пойдёт. Надо пойти разобраться. Не в деньгах дело. Просто... Просто надо решить вопрос. Это кто... Почему так произошло? Это... Нет, не надо... Знаешь, вот, самое главное не начинать, что пену со рта пускать. Сволочи обдурили, обманули, там, подумали. Нет. Я, во-первых, думаю, как, вот, интересно. Неужели это мне память дала такой сбой жёсткий? Потому что, ну, я в этих ресторанах, там выбивает компьютер. Ты там ручками не изменишь. То есть, если там написано спаржевая фасоль, то он... Она сколько стоит, столько... Это, то есть, ошибка может быть в меню. Ну, я так думал. И тушь, короче, размышляю. Потом ещё зашёл. Ну, не купил. Просто увидел спаржевую фасоль в магазине, подумал, надо купить. Хочу, знаешь, я ж не упор от. Думаю, сделаю себе салат спаржевая фасоль. Это... Кукуруза. Замороженная. И капуста. Ну, не знаю, мне нравится. Ой, как раз этот майонез ли на мной пойдёт. Конечно, всё там как кукуруза сваренная, замороженная. Поэтому... Это всё. Ну, нет, это не важно. И смотрю, значит, цена этой фасоли 50 гривен килограмм. Значит, я так понимаю, что для того, чтобы приготовить... А, там 200... А я заказал, там получилось 200 грамм на порцию. А для того, чтобы приготовить 200 грамм, ну, я думаю, как минимум, надо хотя бы 300. Ну, потому что там плана какая-то выйдет. А может быть, даже 350. То есть, тут уже самого продукта надо... Мне эту спаржевую фасоль на 15, а то и больше гривен. Думаю, она уже не может стоить не как 20. Но я-то видел цену 20. Короче, я иду, думаю, ну, интересно. Уже любопытно даже. Неужели так перепутал? Нет, прихожу. Да. Ну, дарю, покажите мне цену. Меню ваше. Я что листаю такое? Скажите, я говорю, мне... Объясните мне, почему так произошло? Вот я же всё честно с чеком прошу. Вот чек. Вот в чеке написано 36 гривен. А здесь написано 20 гривен. Вы понимаете, что это как бы разница? То есть я с вами согласен, что она, допустим, так как бы может быть и стоит. Обычный человек, наверное, на что-то рассчитывает. Я бы за 36 гривен нахрен бы она мне обосралась, такая фасоль. Ну, короче, я думаю, что я всё-таки сделал хорошее дело. Я спас людей... Вот представь, если бы на моём месте пришёл бы инспектор Фреймут. И мы, наверное, там бы... Или кто-нибудь другой. Мы там бы штрафов, наверное, вписали за такую штуку. Ну, я так думаю, я не знаю. Я думаю, что это просто была опечатка, когда, знаешь, эти прайсы печатались. Там, может, в этом... В жёрке, короче, кто-то 20 гривен вбил вместо 36. Ну, скорее всего. Ну, короче, такие дела. И, как говорится, самое главное, спокойствие превыше всего. А вчера, подожди, опять какие-то... Вчера, короче. Чего позавчера. А иду я на мафию. Стоят парни какие-то. А ну, иди сюда. Я вообще не понимал, конечно, такой тон, что это как будто я знакомый тебе, что ли, чтобы меня так... Ну, я же, как бы, это... Да, слушаю. Это ты сепаратист? Пух. Нет. Ну, это ты был там на распределителе? Нет, говорю. Ну, на каком ещё распределителе? Ну, ты, ты, точно ты, я говорю. Я не был, говорю, нигде. Говорит, ну, про Таиланд и трансов рассказывал. А, говорю, я такое мог, говорю, рассказывать. Я говорю, нет, ну, если бы мне сказали, что ты там на нижнем был, я бы понял. А там вот этот чрезпределительчик, кто он ещё сказал, я нифига не понял. Я так и не понял, что он от меня хотел услышать? Ну, во-первых, я никаким боком ни к сепаратистам уж точно никакого отношения не имел. Раньше я ещё, как бы, за нашу армию был, но потом я пришёл к выводу, что... Нет, это слишком устаревшие категории таким мыслить. Это я сам по себе. Вот. А, и он же спрашивает. Так, а ты правда с парнем переспал? Да? Всё. Фу, иди отсюда. Я сейчас, короче, такой иду, довольный, идут, размышляю. Думаю, вот смотри. Какое замеч... Сколько это... О, у меня тут часы завели. У меня же часы отключены стояли. А сколько это время шло? По восьмому? Восемь? Так, с кем избился? А, иду, я думаю, смотри. Раз, одно слово, и ты избавляешься от общения с ненужными для тебя людьми. Просто, по волшебству. А так, чтобы рассказывал бы ты им полчаса, что ты не сепаратист. Сказал, я с парнем переспал, свободен, всё. Это разговор исчерпан. Не важно, ты переспал с ним или не переспал. А вообще, знаешь, я чуть понять не могу. Почему? Почему-то фу-фу. Вот смотри. А что здесь такого? Ну, что здесь вообще такого плохого или какого-то ненормального, если так по-хорошему? Не, пускай... Ладно, нормально, ненормально, мы сейчас не будем об этом просто. Пускай это хорошо, пускай это ненормально. Плохого здесь. Тебе лично что к этому? Чем больше геев, тем больше девушек в своём распоряжении. Радуйся, что они есть. Ну, я, допустим, так считаю. Вот, допустим, к примеру, ты горы, ждал. Фу! Вот тут можно сказать, почему? А человека воняет. Воняет со рта, воняет от рук, воняет от одежды. Первое. Человек разрушает своё здоровье. Это ладно. Он подаёт отвратительный пример подрастающему поколению. Это не модно, это не хорошо. Это плохая, короче, привычка. Ты представляешь, люди для того, чтобы курить, некоторые работают на 25% времени дольше. Ну, это я тебе, знаешь, из чего просто такие наблюдения. Я как-то работал в... Хотел сказать в... Банарей косила. Я работал, короче, поваром в ресторане. И там все курили. Ты понимаешь? И я, ну, так, честно, напоминаю, зарплата была, ну, смотря у разных поворотов, у одних 2000, у других 2500, и всё, на это потолок, больше никаких там чаевых и прочей херни. Я вот, я спрашиваю, сколько ты куришь? Короче, человек зарплаты в 2000 гривен, 600 гривен в месяц тратит на сигареты. Ты только вдумайся, он каждый третий свой рабочий день тратит только для того, чтобы иметь возможность вдыхать в себя канцерогены. Это просто. Не, ну, это я от темы отошел. Я просто вообще говорил о другом. О том, что здесь можно сказать, фу, фу, ты куришь, фу. Не хочу тебя видеть, слышать. Ай-ей, что он у тебя плохой? Ну, спит он с парнями. Ну, ты не спишь и хорошо. Я не сплю. Знаешь, что мне еще интересно? Вот мне лично противно смотреть, там, как парни целуются. Ну, порно, понятно, я вообще никогда не смотрю. Ну, просто, к примеру, я вот представляю, я иду по улице, здесь на бульварчике сидят два парня, лижутся. Я, мне неприятно, честно. Не, ну, я такого, в принципе, наверное, не видел. Я просто представляю, что если бы такое было, мне было бы неприятно. Ну, хотя, когда если рядом трахаются собаки, мне фиолетово. Я вот задумываюсь, ведь вполне возможно, что это просто социальная среда, в которой я вырос, на меня так повлияло, что мне неприятно смотреть на то, как целуются, допустим, парни. Вот если бы я вырос, ну, скажем, в Голландии. Я не знаю, по-моему, в Голландии, да, к этому спокойно относятся, но я так думаю. Я думаю, я бы на них смотрел точно так же, как и на трахающихся собак. А я знаю, что я еще, кстати, думаю. И вообще, я считаю, что если бы в обществе не было каких-то вот этих рамок какого-то предвзятого отношения, то оказалось бы, что геев на самом деле гораздо больше. И что очень многие геененавистники, там, как гомофобы, тоже геи. Просто они не могут себе в этом признаться. И что их было бы там в два и в три раза. Я не знаю, почему так происходит, но я все-таки считаю, что надо принять тот факт, что это есть, и с этим просто надо мириться и относиться к этому нормально, к этому явлению. Я не знаю. Я, конечно, считаю, что всякие вот эти гей-парады, я это кто-то мне говорил, просто это не моя мысль в голову пришла, но я так размышлял, и все-таки я склонен поддерживать эту теорию, что все эти гей-парады это вообще шоу. Не, ну, конечно, может быть, там присутствуют придурки, геи, но в целом я думаю, что это шоу специально для того, чтобы, ну, как, натянуть, ну, как-то, как сказать, чтобы думали, вот гей конченый, нахрена, ну, трахайтесь вы там все на здоровье, пожалуйста, нафига вот это все на показ выставлять. Я думаю, для того, чтобы, я не могу выразить мысль, спровоцировать ненависть к ним. Ну, я так думаю. Я думаю, что даже обычные геи, скорее всего, ненавидят этих идиотов, которые, это, как клоунаду устраивают. Ну, это я так думаю. Ну, как бы так. Ну, давай.